Всем привет! Вы смотрите программу Огород в подарок и я ее ведущая Анна Муратова. Сегодня в выпуске расскажем, как обработать розы и приготовить из лепестков варенье, как постричь любую елку подрождественскую, как обезопасить томаты от вредителя и как вырастить их на подоконнике. Покажем, что уже выросло на грядке и развеем мифы про болгарский перец. А еще высадим цветущие лилии, сделаем маску для лица из огурцов и компост из листьев. Миллион алых, желтых, белых роз сейчас растут на дачах и столько же вредителей хотят испортить всю красоту. Более того, за розой как-то надо определенно ухаживать в августе. Вот что делать, Вик? Верно, августовский уход за розами один из самых главных вообще для того, чтобы ее правильно подготовить к зиме. Правильно это начало с того, что за розами бывает охотится огромное количество разных вредителей. И для того, чтобы с ними побороться, существует огромное количество разных способов. А цветающие бутоны очень уж любят паутинные клещи, различные другие неприятные вредители роз. Поэтому мы просто минимизируем возможности вот этих вот заболевания разными болезнями и вредителями. Как срезаем? По срезанию роз есть несколько нюансов. Если это вот такие розы типа роста шраб, то есть это высокорослые довольно розы, у которых на верхушке есть по 4, 5, по 6 иногда больше цветков, то необходимо срезать бутон на высоту 3-4 стебельков вниз, точнее не стебельков, а вот этих листьев. То есть берем отсветший цветочек, отсчитываем 3 листа вниз. Раз, два, три. А если у нас здесь еще розочка? А, она тоже отсветающая, видишь, она нам уже не нужна. Чтобы пролить цветение розы, необходимо такие отсветающие удалять. И срезаем по диагонали. Это нам нужно для того, чтобы вся вот эта масса вызрела и не повредилась болезнями, поскольку невызревшие стебли легко поражаются болезнями и могут убить всю нашу розу. А это нужно убрать и сжечь. Для того, чтобы защитить розу от болезней и вредителей, необходимо своевременно удалять отсветшие бутоны, а также необходимо обработать фунгицидными препаратами и протравителями от болезней. Еще нам нужно удалить молодые стебли и побеги, вот такие, которые только-только тронулись в рост. Они нам не нужны? Нет, они такие нежные и мягкие, да, вот этим нам их нужно вырезать полностью, поскольку они у нас также не успеют вызреть к первым морозам и, к сожалению, у нас лето довольно коротко, зацвести они не успеют, а вот роза от них может повредиться. Просто вот так, по диагонали. Убираем, верно. Следующее важное мероприятие для того, чтобы полностью вызрела древесина розы, это нам необходимо сократить поливы. Сделать так, чтобы розы поливались не чаще одного раза в неделю. То есть, сколько литров на один куст нам нужно воды один раз в неделю? Около 3-4 литров воды будет вполне достаточно. То есть, нам нужно сейчас развести удобрение? Удобрение. Перед тем, как разводить удобрение, нам нужно прорыхлить почву вокруг роз. Доверю эту операцию тебе. Это очень ответственный вариант. Так, вот прям рыхлим. Прям вокруг рыхлим, можно обратной стороной, без разницы можно любой стороной. Потому что я не знаю, что это такое. Но аккуратно, не повреждая корни розы. Это необходимо для того, чтобы почва под розы насытилась кислородом и начала активизироваться полезная микрофлора, которая будет вытеснять вредных бактерий. Достаточно? Да, вполне этого будет достаточно вокруг всего куста. В августе сокращаем поливы на розах, проводим не чаще одного раза в неделю. Окучили. Что теперь делаем? Теперь берем по столовой ложке сульфата калия и суперфосфата, разводим в 10 литрах воды. Лучше сюда еще добавить столовую ложку уксуса, чтобы, как ты помнишь, усилить доступность фосфора из удобрений. Открывай и насыпай на глаз примерно столовую ложку в нашу лейку, поливальник. У меня сульфат калия, калийное удобрение, а у тебя фосфорное. Вот так. Похоже. Да? Очень. И просто бросаем туда, и не надо палочкой толочь ничего делать. Ну, перемешать нужно будет. Нужно будет. Все. Все высыпало. И начинаем это все перемешивать. Все верно. Так, палка-мешалка. Сейчас мы проведем августовские мероприятия по подкормке роз, а еще необходимо будет их обработать от болезней и вредителей дополнительно химическими или биологическими методами. Это какими? Вот какие химические, какие биологические? Чем можно обработать? Биологические препараты, это, к примеру, фитоспорин, алиир или гомаир. Они продаются в садовых магазинах, их можно найти практически везде. От тли? Эти подойдут от болезней. От болезней. От грибковых заболеваний. Все верно. Во всяком такого. Да. Хорошо, поливаем? Да, поливаем. Примерно 3-4 литра на одно растение. Такую подкормку мы проводим один раз за август. Вокруг, да? Да. Может быть, уже достаточно или нет? Еще немного их, думаю, вполне. Думаю, этого будет достаточно. Хорошо. Какие еще удобрения нам нужны? Нам нужны будут средства защиты, но их мы будем разводить уже в своих индивидуальных средствах защиты, поскольку работая с химией, нам нужны будут резиновые перчатки и респиратор, ну а также одежда с длинным рукавом. Проводим подкормку минеральными удобрениями. Полностью удаляем азотные удобрения и применяем фосфорные и калийные. Вика, вот я слышала, что именно из вот этих роз, адажу, как ты их назвала, можно приготовить варенье. Вот этим займемся в нашей следующей рубрике «Кулинарная копилка». Лепестки роз в кулинарной копилке. Вместе с Еленой Арцебашевой, кулинаром-кондитером, приготовим из них варенье. Оно будет не только красивое и вкусное, но еще и очень ароматное. Лен, что нам понадобится? Ну, в первую очередь, это, конечно же, лепестки роз. У нас их 500 грамм прекрасных. С дачного приусадебного участка любые красивые розы, главное, не из магазина. Мы их помыли. Вот они у нас красивые. Да, помыли. Водичка уже лишняя стекла. А также для варенья нам понадобится чистая водичка дистиллированная, либо просто фильтрованная. 500 миллилитров. Да, 500 миллилитров водички, а воды берем один к одному вместе с лепестками роз. Сахара нужно брать в пропорции один к двум. Соответственно, если у нас лепестков 500 грамм, то сахара килограмм. Да, поверьте, будет неприторно, потому что еще у нас есть лимонная кислота. Лепестки предварительно мы уже помыли. Сейчас нам нужно их измельчить. Нужно использовать определенные сорта, о которых мы говорили ранее. И, конечно, важно помнить, что обрабатывать перед тем, как мы сорвали розы, вот именно растения не нужно, потому что вся химия попадет вам в рот. Так делать не надо. Об этом обязательно нужно сказать, что магазины розы ни в коем случае не подходят, поскольку их мало того, что выращивают с применением химии, так еще и опрыскивают для того, чтобы они дольше стояли. Соответственно, даже если вы эти лепесточки очень хорошо промоете водой, та химия, которая внутри розы, она никуда не уйдет. И при термической обработке, возможно, да, там, продукты распада будут очень токсичны для человека. Поэтому лучше не рисковать, выращивайте розы на своем дачном участке и экспериментируйте на кухне. Теперь мы выливаем в сотейник воду, которую заранее приготовили. Как раз 500 миллилитров. Один к одному. Один к одному, все верно. Ну что, пошли варить? Пошли. В каком режиме мы здесь будем готовить? Режим обычный, только сразу скажу, да, что какой-нибудь невысокий огонь. Это займет, конечно, продолжительное время, но зато наше варенье будет намного более ароматным и вкусным. Ниже среднего, да? Ниже среднего. Под воздействием тепла наши лепесточки немного опадут, дадут сок. Да, дадут сок. Водичка поменяет цвет. Да, она станет розовой или вот какого цвета? Да, сначала она станет розовой. И в момент, когда уже практически все будет готово, когда можно будет часть лепесточков вытаскивать, она станет ярко-ярко-розовой. То есть, в принципе, да, если не отходить от плиты, то вы сразу увидите тот момент, да, увидите сразу тот момент, когда все готово, можно уже делать сахарный сироп. Мы убрали часть лепестков и теперь вот именно с таким балансом мы можем дальше продолжить варить варенье. Что мы делаем? А мы начинаем понемногу добавлять сахар. Понемногу? То есть, порционно? Порционно, все верно. Во-первых, да, по-другому происходят процессы кристаллизации в дальнейшем. Плюс ко всему растворяется сахар и принципиально не меняется текстура у наших лепесточков. Если сразу все это бухнуть, то, соответственно, да, какой-то сахар быстрее растворится, какой-то медленнее. Мы в заранее заготовленные баночки, стерильные, разливаем это в варенье и отправляем под шубу. Там оно набирается и еще больше аромата и вкуса. Ну, либо, да, если осталось варенье какое-то, можно разлить по креманочкам и порадовать своих близких. Попробуем. Какое вкусное-вкусное. Ароматное, еще горячее. Вот такое бы варенье вот зимой бы под Новый год, когда цветами уже не пахнет, а вот варенье вот такое есть, и оно очень ароматное. Правильно говорится, готовься они летом. Да, и желательно летом лучше подготовить елку рождественскую к Новому году. Как сделать из не очень красивой елочки рождественскую, пышную, красивую, нам расскажет Елена Бойко, эксперт по ландшафтному дизайну. Лен, вот скажи, с чего начнем? Перед тем, как мы занимаемся формировкой елок, мы, конечно же, осматриваем общее ее состояние. Мы смотрим, где у нас есть недочеты и дальше с ними работаем. И мы также оцениваем ее преимущества. Вот в данном случае конкретно у этой елочки есть такая история, что у нее нижняя часть этой юбки, она практически голая, но зато у нас там, где есть южная сторона, она наполнена веточками. Плотненько. Да, очень плотненько. И еще у этой елочки есть вот такие промежутки, о которых мы сейчас поговорим попозже, да, и что с этим делать. И есть очень пышный верх, очень такой яркий. И таким образом она у нас на сегодняшний момент неравномерно растет. И мы сейчас разберем по порядку, как с этим поступить. Если у вас есть ситуация, что с одной стороны елочка очень пышная, а с другой стороны она однобокая, но она еще если маленькая, то на самом деле можно ее аккуратно выкопать для этого существа определенной технологии, развернуть ее на юг не самой пышной стороной, и тогда в нижней части юбки веточки начнут активно отрастать. Равномерно. Да, активно и равномерно. И тогда у вас елочка будет одинаково равномерно опушенная снизу. У этой елочки имеются промежутки, где практически нету основных каркасных стволовых веточек. Видно, да? Да. Но вот обратите внимание, у нее есть, видите, такие как бы почечки. Вот эти почечки. Серенькие почечки. Да, серенькие почечки. Это не что иное, как спящие почки. Мы сейчас будем стричь нашу елочку. И это создает ей стрессовую ситуацию. Когда они пробуждаются и начинают активно расти. Да. То есть прямо вот так смело режем. Да, смело режем. Давайте. И с этой стороны, и со всех сторон вокруг елки ходим, водим хороводы. Да, водим хороводы. Очень многие садоводы, либо любители ландшафтного дизайна, они именно боятся к этому прикасаться. И им всегда очень жалко. Жалко. Но это, знаете, как красивая прическа. Для того, чтобы была красивая прическа, нужно иногда смело брать и стричь волос. Поэтому мы смело берем и обрезаем. Вот сейчас можно через некоторое время увидеть, тут образуется смолка. Вот она есть, да? Да. И вот смолка, которая будет образовываться, она будет полностью закрывать сосуд. И таким образом у нас растение, мы растение не навредим. Через проводящие сосуды может попасть инфекция различных, либо бактерицидная, либо грибковая. Вот тогда нужно обязательно сделать обработку среза. Вот чем обрабатывать этот стресс? Что с чем разводить, чтобы все было в порядке? Может быть там, не знаю, вот я слышала зеленое мыло, и там деготь намазал, и все хорошо. Или нет? Или так не работает? Вот здесь сейчас у меня заготовлено 2 литра. Давай, я подержу. В этом контейнере 2 литра. Я беру медь, содержащий препарат, называется Бегапик. Это всем достаточно известный. Он системного действия и он универсальный, то есть от грибковых и бактерицидных заболеваний. На 2 литра сколько нам нужно? На 2 литра достаточно 4 колпачка. 4 колпачка? Да, 4 колпачка. Мы это делаем для профилактики, для тех целей, для того, чтобы у нас она случайно не заразилась. Берем смело и именно вот наши веточки, которые мы только что подрезали, обрабатываем. Да, обрабатываем. И никакой грибок нам без грибок страшен. Да, красный. А вот что делать именно вот с вот этой плотной верхушкой? Она так пусть и растет или как-то ее подрезает? Ну вот мое личное мнение, ее нужно обязательно разрядить. Чтобы не было ощущения излишнего выгущения, я беру и выстригаю. Прямо вот ярусы, да? Да, вот я выстригаю вот этот излишний ярус, но я ее рассматриваю именно со всех сторон, для того, чтобы она была равномерна. И потом следующий ярус стрижу. Елочка из тех растений, которые любят кушать. Я тоже люблю покушать. Поэтому, как их дам будет выбирать любые препараты, здесь нужно смотреть, чтобы было больше магния. Я не рекомендую вам укрывать елку, не рекомендую. Так, почему же? Есть мнение, что елки обгорают, но это всего лишь только, возможно, первые два года, пока не прирастет корневая система. А дальше вот эти красавицы, они растут без укрытия. И в зимнее время они как раз и украшают и сад. Для этого мы и садим наш сад. С елкой мы разобрались. Возвращаемся к огороду, а точнее к теплице. Я слышала, что вот это вот средство октара помогает не только розы защитить от вредителей, а именно, допустим, от тли, но и томаты. Вот что еще помогает защитить, какие препараты и что нужно сделать с томатом в августе, в конце июля, вот где-то так? Вообще, конец июля и август это самое неприятное время для томатов. Почему? Поскольку в это время ночи уже становятся очень холодными, температура падает, днем тепло и это самое лучшее время для развития бактерий и различных вредителей и заболеваний. Даже сейчас уже можно увидеть на листьях вот такие повреждения в виде темных пятен некротичных, которые лучше всего видно с обратной стороны листа. Так проявляется фитофтора. Фитофтора это действительно одна из самых суровых, жестоких, ужасных напастей на все посленовые культуры. То есть это какой-то жук или что? Это болезнь. Это болезнь. Фитофтора может переходить на стебли и даже на плоды. Вот здесь у нас тоже, да? Да. Уже видна фитофтора. Если мы видим уже на листьях проявление фитофтора, то эти листья необходимо будет отрезать и удалить. Удаляем полностью эти листья, пораженные фитофторой. То есть прям стебель? Прям полностью, да. Чтобы вот этого всего у нас на растении не было. И эти листья нам будет необходимо убрать из степлицы, максимально удалить, а лучше тоже сжечь. Как и на ротах сжигаем. Чтобы они не угодили так людям, все сжигаем, все, подчистую. Совершенно верно, чтобы пламенем сжечь всех неприятных бактерий. И даже гриб. И даже грибы. Поэтому мы будем убирать все больные листья. Кроме того, удаление листвы на нижних частях растений способствует тому, что здесь не будет парникового эффекта. Если листьев слишком много, создается такой локальный парниковый эффект, очень тепло, влажно и самое место распространяться болезням. Нам этого не нужно. Чем больше мы отрезаем наших веточек, стеблей и так далее, тем меньше вредителей. Все верно. И болезни. И болезни. Чтобы еще сделать так, чтобы наши томаты созрели можно быстрее, можно провести тоже один такой небольшой, очень полезный лайфхак. Это что такое? На индетерминантных томатах, вот таких, к примеру, как сибирский здоровяк. Это томаты, которые у нас неограниченного роста. Они будут расти вверх, пока не упрутся в теплице. Пока не упрутся в теплице. Можно подрезать макушку над последней цветочной кистью. Они жалко? Нет, они все равно. Они успеют созреть, потому что уже август. Может завязались уже? Нет, они уже не успеют завязаться, поэтому не щадя полностью отрезаем. А здесь мы тоже отрезаем? Оставляем небольшой пенечек. Аккуратно здесь у нас опора. Вот так. Оставляем пенечек до нашего стебля. Как жалко. Эти у нас листья растения здоровые. Те, которые здоровы, мы будем складывать в отдельное ведерко. И они нам впоследствии пригодятся, чтобы сделать одно очень интересное биологическое средство защиты других культур. То есть мы своими руками создадим препараты? Да. Верно. Смотрите далее в программе. Обязательно удаляйте все поврежденные фитофторы и листья на томатах. Как пасынкуем? Так же, как и в прошлой программе мы делали, оставляем пенечек. Оставляем пенечек. Мы видим наш основной стебель, наш лист. И с боковой пасынка. Нет, пасынок это вот это то, что растет сбоку. Вот так вот и обрезала бы. Да? Ничего не надо. Либо, допустим, вот здесь пасынок. Вот он. Или вот он. Маленькие стебли. Вот они. Верно. Которые растут из пазухи листа, из вот этого вот треугольничка. И получается, пасынкуем мы все лето. Все лето абсолютно. До конца августа. Примерно раз в неделю, да? Для того, чтобы ускорить созревание томатов, подрежьте им макушки. Это подходит для индетерминатных томатов. Вик, расскажи, когда уже наши помидоры наконец-то дозреют? Я их жду уже с мая месяца. Честно. Ну, томаты уже начинают зреять у нас в июле. У них примерно созревание от посева семян до снятия плодов около 100-120 дней. Поэтому первые плоды мы уже снимаем сейчас. Ну, да, зреют в основном в августе. Верно. А вот на подоконнике томаты зреют круглый год. Об этом в рубрике «Огород на подоконнике». Выращивать томаты у себя дома на подоконнике – это реально. Реально. И они сейчас уже зреют. Их можно прям срывать и есть. Какие они у нас красивые. Вот как, Саша, ухаживать именно за этим видом томатов? Он такой вот мелкий – это черри? Это томат черри. Он называется «Балконное чудо». Как мы видим, очень похож на то, что он заявлено. Куст высотой до 50 сантиметров – детерминатный. Случилась такая оказия. Оказия. Прекрасно. Как и в открытом грунте, как и в теплицах, этот томат оказался поражённым фитофторозом. Вот это, да? Да. Листь поражения фитофторозом выглядит примерно так. Это в запущенной стадии. Начинается всё с тёмных пятен. Да. Вот так. Ой, как страшно. Выглядит. Поэтому мы все эти листья… Жёлтые. …должны будем удалить. И будем использовать химические средства фунгицидной защиты. Дозировки указаны на обороте упаковки. Но важный момент. В течение двух недель нельзя будет употреблять плоды с этого растения после обработки. Поэтому недозрелые плоды, которые ещё не начали буреть, мы оставляем. А вот эти вот плоды, которые у нас поспели, мы предварительно снимаем. Снимаем. Вопрос такой, на засыпку. После того, как мы две недели подождали, вот обработали наше растение, подождали, после этого можно есть всё-таки томаты? Они всё-таки какие-то вредные получаются? Нет, абсолютно, потому что через 14 дней препарат данный становится безопасным, его действие нейтрализуется, он разлагается на безопасные вещества. Ну что, пробуем? Да, будем заочно праздновать нашу победу над фитофторозом. Чинь-чинь. Именно. Ммм, очень вкусный получился. Вот что ещё созрело на участке, или в теплице, или даже в лесу, узнаете далее. Первый урожай появляется в июле и августе. Это всевозможные ягоды, это вот наша вишня, это вот на участке. А ещё много грибов в лесах. Вот что делать именно с вишней, мы сейчас расскажем с Леной. Что делаем? Как собираем в первую очередь наш урожай? Нужно стараться урожай собирать аккуратно, для того, чтобы, прежде всего, не навредить вот этой плодовой веточке. Именно вот на этих плодушках, если посмотреть внимательно, уже закладываются почки, которые на следующий год будут вегетировать. Вот они. И именно там будут появляться следующие цветочные почки, из которых будет расти ягодка. Поэтому, когда мы собираем, здесь желательно либо аккуратно отламывать, либо просто мы собираем с веточки. Сами ягодки. Да, сами ягодки. Очень важно, прежде всего, напоить вишню и затем её подкормить. Вот на 10-литровое ведро достаточно две ложки фосфорно-калийных удобрений. Столовые? Да, две столовые ложки. Нужно обязательно, чтобы они настоялись. И вот к этому количеству я бы ещё добавила обязательно просто калийного удобрения. Это любой монофосфат. Пол столовой ложки. Да, пол столовой ложки. Калий, он способствует вызреванию древесины и защите растений от заморозков. То есть, это подготовка растения к зимовке. К зиме. Все вот косточковые культуры, а вишня относится к категории косточковых культур, они не любят закисленной почвы. Если кое почва будет закисленная, то эти растения будут больше болеть и хуже плодоносить. С вишней мы разобрались. А вот что делать с грибами в лесу, как их правильно найти, как их срезать, узнаем далее. Первое правило грибника – это безопасность. Второе, на что нужно обратить внимание – это место. Об этом нам расскажет грибник со стажем Андрей Рысин. Рассказывайте, в чём вот эта вот фишечка, где у нас точно найдутся грибы? Ну, в принципе, смотрите, телезрители, если хотите искать грибы, у каждого гриба своё место, как говорится, и своё время года. Вот, допустим, лисичка, она растёт, получается, в низинах. Лес должен быть обязательно берёзка, сосна, немножко травы. Вот видите, лисичка, которую мы сейчас нашли. Для белого характерны другие свойства. Белый у нас растёт, получается, обязательно бугры, обязательно песок, обязательно сосны, либо берёза. Маслята у нас растут, получается, нужны небольшие сосёнки, обязательно какая-нибудь рядом попадается дорога, допустим, многолетняя дорога, которая заброшенная, там можно искать, получается, у нас маслятки. Начался новый учебный год, можно ехать за опятами, получается. Опята растут у нас в берёзовых лесах, получается, в смешанных лесах, то есть на пеньках, на траве. Лисичку мы спокойно нашли, вот она у нас красавица, тут вот растёт. И как вот правильно срезать именно вот лисичку? А, возможно, все грибы одинаково срезаются, вот как это работает? Ну, лисичка срезается просто, как и любой гриб, в принципе. Если вы не хотите повредить вот эти вот грибные споры, то есть она срезается вот аккуратненько, то есть срезали её, получается, корешок остаётся. В противном случае, если вы вырвете, в последующий год здесь, извините, может уже не быть грибка. Ну что, вишни мы собрали, грибы собрали, пришла очередь ягоды, малины. Что мы делаем? Как правильно её нужно собрать? На самом деле больших секретов нету. Здесь очень важный момент, когда ягода хорошо вызревает, она очень легко и просто отделяется, и остаётся вот такая плодоножка. И в том случае, когда на веточке ещё происходит дозревание других ягод, я рекомендую отделять её аккуратно для того, чтобы не повредить веточку, на которой находятся дополнительные плоды, и чтобы ягода могла дополнительно вызреть. Малина на самом деле очень любит влагу, но в том случае, в зависимости от того, какие у вас почвы, либо если это песчаные, то следует её почаще поливать, и на вкус нужно не менее чем 2-3 10-литровых ведра для того, чтобы земля была достаточно влажная. Именно за счёт полива и подкормки в июне, то, что должна была быть чуть раньше, можно увеличить сбор урожая в 2, либо даже 3 раза больше. Это как это сделать? Ну-ка нам секретики рассказывайте. Секрет лишь только в том, что нужно её почаще поливать. Вот мы видим сейчас зелёные ягодки, и если мы её хорошо прольём, и ещё её дополнительно подкормим зелёными утопрениями, то ягода будет более крупная, насыщенная и сладкая. Ой, вот она у нас красавица. Всю ягоду мы собрали. Ну, не всю, а вот с этой ветки мы собрали. Что делаем дальше? Вот она какая-то сухая. Это ветка второго года. И прежде всего, это уже где-то на середину и конец августа, мы от плодоносившей ветки полностью убираем, освобождаем малиновый ряд от веток. Для следующего сезона мы выбираем обязательно от 4, максимум 5 сильных побегов, а ослабленные побеги мы все полностью убираем. После того, когда малина нам отдала ягодки, нужно её обязательно подкормить и напоить на 10 литров воды. Здесь у меня раствор 2 ложки суперфосфата калия. Предупреждаю, посмотрев эту программу, вы больше не сможете относиться к перцам, как прежде. В эфире разрушители мифов. Перцы мальчики и девочки. Это правда или ложь? Вика, рассказывай. Это очень распространенный миф. И миф такой встречается именно для, вот смотри, уже оторвался, для кубовидных перцев. Кубовидные – это вот такой вот интересной формы. И иногда некоторые говорят, в интернете можно прочитать, что перец, у которого 4 вот такие жопки – это перец девочка. Такой вот перец – это перец мальчик. И некоторые, опять же, говорят, что одни перцы пригодны для употребления в свежем виде, якобы они более сладкие, а другие перцы подходят для готовки, для засолки. Тонсервации. Тонсервации, совершенно верно. Но это самый один из распространенных мифов о перцах. На самом деле никакой разницы нет, какое количество частей семидолий у этого перца образуется. Ну вот, зная этот миф, я вот, когда перец ем, сразу вот думаю, что вот этот послаще, а вот этот такой себе будет. И даже вот к этому не приступаю. Поэтому, мне кажется, это плацебо. Верно, я так и хотела сказать, что здесь работает эффект плацебо. Главное самому представить, что он будет очень сладкий и очень вкусный. Для того, чтобы перец был сладкий, его просто необходимо вовремя подкармливать минеральными удобрениями, в частности, калийными удобрениями, что можно сделать уже сейчас, когда они уже налили плоды, и они скоро приступят к фазу биологической своей спелости. У кубовидных перцев не бывает мальчиков или девочек. Все это обоеполые растения. А почему все-таки вот здесь вот три вот такие вот части, а здесь четыре? Это происходит просто из-за формирования цветка. Цветки у перцев бывают немного разные по форме, и в зависимости от того, какой именно цветок опылится, а перец важно помнить, что это частично самая опыляемая культура, он опыляется даже без насекомых, поэтому его можно выращивать в комнатных условиях, и может произойти вот таким образом. То есть это непредсказуемо по природе. Я вот еще слышала, что острые и сладкие перцы как-то определенным образом опыляются, нужно их подальше друг от друга, или это неправда? Пожалуй, это один из все-таки, наверное, это самый распространенный миф, и действительно, многие садоводы-огородники выращивают свои перцы сладкие и острые в разных частях своего участка. Дело в том, что если выращивать перцы на шести сотках и разнести их по разным углам своего участка, это совершенно не поможет от переопыления. Перцы все равно переопылятся, и сладкие могут стать острыми, но только в следующем году. В этом же году острота никаким образом не может появиться, потому что сортовые семена выращиваются на таких участках и полях, когда сладкие и острые перцы друг от друга отнесены на 3-4, иногда на 6 километров. Километров? А вот что делать, если хочется и остренький, и сладенький, а участок 10 соток? Их можно выращивать рядом, абсолютно посадив вместе рядом два куста, но при этом следует помнить, что сладкие перцы могут стать острыми не из-за того, что они переопылятся, а из-за того, что будут страдать от болезней и вредителей. Острые и сладкие перцы никогда не переопыляются в первый год, поэтому выбирайте именно сортовые семена. И биологическое средство защиты мы можем изготовить самостоятельно, чтобы наши перцы были на 100% защищены от болезней и вредителей, не проявляли свой острый ген, даже будучи при посеве сортовых семян. Мы приготовим его из листьев томатов, что мы и сделаем в крайнем блоге нашего выпуска, поэтому досмотрите до конца и не переключайтесь. Какой аромат! Лилии у нас сейчас в самом цвету. И высаживать их можно даже прямо сейчас, не только весной и осенью, но и летом. Правильно, да, говорили? Да, совершенно верно. Рассказывай, вот с чего начать, что мы делаем? Вот у нас есть прекрасные наши лилии. Ямку копаем глубиной не более чем 30 сантиметров, но луковицу сажаем на глубину, превышающую две величины самой луковицы. И в ямку обязательно уложим сверху песочек. Почему? Потому что лилии, имназиатские лилии, они не любят застоя воды, и очень важно, чтобы через песок, как через дренажную систему, быстро уходила вода. Вот оно, знаешь как. Это секрет. Лилии не любят воду. Да, они не любят излишней воды. Вот, и я предлагаю сегодня, сейчас, сделать букетную посадку. То есть мы посадим сразу же одновременно три лилии. Несколько, да? Да, три лилии посадим. И, значит, да, сейчас мы засыпаем. То есть вот прямо песок засыпали. Дальше у нас? Мы подготовили землю. Засыпали землю, да. Подготавливаем питательные грунты заранее. И есть еще один такой секрет, очень важный при посадке. Он связан с тем, что очень важно, чтобы был такой небольшой, как бы, холмик. Для чего нужно? Когда мы с вами прольем и будут дальнейшие осадки, очень важно, чтобы вода отстекала от самих лилий. А сейчас я полью наши лилии. Да. Прекрасные. У нас здесь просто вода. Здесь сейчас, да, просто вода. И вот прям поливаем обильно. Да, мы сейчас проливаем обильно для того, чтобы у нас в земле не осталось никаких пустот. Это очень важно. То есть мы не уплотняли лилию, но пролили, чтобы все пустоты у нас ушли. Да. Зачем воды? А иначе? А иначе, если пустоты останутся, в них заводятся муравьи, которые вредят растению. Мы посадили наши лилии. Три пучка. Три луковицы. Красивые у нас цветут. Что делаем дальше? Для того, чтобы создать эффект обыкидной посадки, можно в дальнейшем взять, подвязать вот таким образом лилии. И у нас получится с вами как бы один пушистый стебель и большой-большой пучок цветков. Это один из приемов, которыми пользуются ландшафтные дизайнеры. И этот секрет я вам рекомендую. Самое минимальное расстояние, на которое можно их сажать, это 15 см друг около друга. Лилия все-таки азиатская. Это и одна из неприхотливых растений. Здесь достаточно при посадке в грунты внести фосфорное калийное удобрение для того, чтобы было снизу обязательно питание. Это первый момент. Второй момент. Лилия, так как она не любит излишней влаги, желательно и насоздавать небольшой холмик для того, чтобы вода отсекала. Тогда не будет загнивания луковицы. Потому что чего лилия боится? Когда много воды, то начинаются грибковые заболевания и здесь важно ее предостеречь. Поэтому, что касается при поливе, достаточно раз в неделю незначительного полива. А если есть дожди, то лучше, конечно же, не поливать. Вообще не поливать. Кто не пробовал положить огурцы на веки? Люба, это вообще помогает, омолаживает или как? Или это не работает давным-давно? Я просто в сериалах видела, что так делают. Нет, это очень даже помогает, Аня. И я думаю, что и не только от морщин, но и для питания век, и глаз, и под глаз. Что нам понадобится для этого? Для этого нам понадобится, соответственно, огурец, белок одного яйца и масло миндальное. Огурец мы должны обязательно почистить от кожуры. Ту маску, которую мы сейчас делаем, она как долго хранится? Ее хранить, в принципе, нельзя. Мы должны ее приготовить и сразу же наложить на лицо. Трем на самой мелкой терке. Весь огурец? Весь огурец. Взбить белок надо в крепкую пену. В крепкую? Да. Достаточно крепкую пену. Теперь мы можем выливать это в огурец. Все это смешиваем. Для начала мы это смешиваем. Смешиваем аккуратненько. Мне уже нравится, она такая воздушная получается. Да. Масса. И добавляем одну-две капельки миндального масла. Все, маска приготовлена, но после этого нужно обязательно смазать лицо питательным кремом. Это маска от прыщиков. Это от прыщей. Да. Для молодых девочек это прям замечательное средство. Берите. Дешево, дешево, дешево. На вооружение. Да. Вика. Да. Ты видишь, я помолодела на 10 лет. Стала красивой. Вообще поменялась. Что ты сделала? Да, масочку. Вот туда, масочка она может. То же самое вот удобрять. Вот я удобрила кожу свою, а удобрять растения мы будем с помощью мегаэффективного компоста, который мы прямо сейчас с тобой приготовим. Ну, не совсем компост, мы приготовим инсектицидный протравитель. О, как сложно звучит это все дело. Но использовать томатные листья на компост тоже нужно, но нужно применять огромные дозы биологических препаратов. Поскольку в томатах содержится такое вещество, как солонин, который выступает отличным инсектицидом, то есть оно борется с болезнями и вредителями. Перца защитит, роза защитит и еще и томаты защитит. Все защитит. Мы приготовим такое средство. Возьмем томатную листву, 1 килограмм на 10 литров воды и хорошенько измельчим. Здесь у нас килограмм, да? У нас здесь поменьше, емкость у нас поменьше, тут около 500 грамм и 5 литров воды будет примерно. Для приготовления такого протравителя необходимо 1 килограмм томатной ботвы, 10 литров воды. Все это должно настояться в течение суток. От чего помогают вот эти вот листья томата именно вот этот раствор, который мы сейчас с тобой делаем? Это один из лучших методов борьбы с тлей и другими вредителями неприятными, которые проявляются на многих ягодных культурах на розах. Нам понадобится вода, да? Верно. Ты говоришь 5 литров? 5 литров теплой воды. Вот здесь у нас 5 литров. Полностью до верха, да. Просто берем и заливаем. Верно. Прохладной и теплой? Теплой водой. Такое ощущение, что томаты это вообще ядовитое какое-то растение. Страшное. Что его есть нельзя. На самом деле изначально томат и был ядовитым растением, поскольку содержал большое количество солонина. Это то самое вещество, которое у нас бывает в зеленом картофеле. Теперь эта масса у нас будет ждать своего часа, то есть 24 часа проходит. И мы процеживаем все это дело и опыляем наше растение. Обрыскиваем. 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 Опыляем. Букашки опыляют, а мы опрыскиваем. В следующей программе расскажем, как подготовить розы к зиме и ускорить созревание томатов. До свидания. До свидания.